Конкурс «Разноцветный мир» Самуила Яковлевича Маршака – своеобразная дань памяти великому поэту. На его стихотворениях выросло не одно поколение советских и российских малышей. 130-й юбилей со дня рождения литератора объединил в стенах Центральной детской библиотеки воспитанников 25 дошкольных учреждений города в возрасте от 4 до 7 лет. Каждый из них читал самые известные стихотворения Маршака. Сегодня, конечно, у нас праздник, у нас хорошее настроение, у нас много эмоций. И в основном детки, которые сегодня участвуют в конкурсе «Чицов», это первые шаги делают на таком пристанище. Они очень волнуются, и родители, взрослые, и мы, организаторы, тоже очень волнуемся. Но мы уверены, что у нас все получится, будет все хорошо, и, конечно же, победят достойнейшие. Ребята удивляли гостей настоящими мини-спектаклями по сюжетам лирических произведений. Наибольшей популярностью у участников пользовалось стихотворение «Багаж», написанное поэтом около века назад, в 1926 году. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон, готово, уложим багаж. Диван, чемодан, стихотворят. Помимо прочтения стихов Маршака наизусть, малыши могли поучаствовать в конкурсе подделок. Кто-то рисовал, делал аппликации и лепил из пластилина самостоятельно, а кто-то заручился поддержкой самых надежных помощников – родителей. Мы решили сделать совместное творчество, так как ребенку еще сложно сделать саму книжку. Книжку делала мама, писала тоже я. Называется произведение «Разноцветная книга Маршака». А иллюстрация уже ребенка. Поэтому мы так и назвали наше издательство «Мать и дитя». Совместное творчество. Неоспоримую победу в конкурсе чтецов одержали Арсений Лерих, Денис Зорин, Саша Готовкин и Миша Дудин. Лучшими же рисунками и подделками были признаны работы Марины Марченко и Марины Надольской. Всем призерам и победителям организаторы вручили грамоты и призы, развивающие книжки для дошкольников. Анастасия Трикос, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.